Коляска существенно ограничивает в маневре и не дает замахнуться от души. Тем не менее, настольный теннис – один из немногих видов спорта, доступных инвалидам-опорникам. У Александра Таланова инвалидность врожденная. Несмотря на проблемы со здоровьем, с детства стремился к активному образу жизни. Увлечение настольным теннисом – заслугу учителей физкультуры Кохомской школы-интерната. У нас был хороший тренер Шарыгин Александр Александрович. Он нам привил вот эту любовь к теннису, чтобы мы чем-то занимались. С того вот у меня и началось вот это. Сначала я, конечно, играл стоя, а потом, когда уже вот, ну, взрослел и травмы еще были, уже перешел носить, потому что стоять уже не мог, больно было. В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов-паралимпийцев. Не только опорники, но и люди с нарушением слуха. У каждого стола царила атмосфера азарта. Впрочем, этот форум задумывался не только ради спортивных результатов, но и ради общения. Соревнования, которые проходят сегодня, очень важны, во-первых, потому что люди с ограниченными возможностями могут встретиться, могут пообщаться, посмотреть на результаты других команд, поставить перед собой какие-то задачи, найти, возможно, новых друзей. Поиск друзей и единомышленников, создание условий для развития физических навыков и способностей, социальной адаптации людей с ограниченными возможностями является основной задачей народной программы «Единая Россия». Главное – помочь другим поверить в себя и сделать выбор в пользу активного образа жизни. Это уже восьмой фестиваль, это уже вошло в традицию. И мы видим, что увеличивается количество участников, люди участвуют с удовольствием, испытывают определенный спортивный азарт. То есть соревнования проходят с огромным успехом, и люди принимают участие в нем с огромной радостью. Как и в прошлый раз, турнир проходил на спортивной площадке шуйского филиала Госуниверситета. Кроме новых друзей и хорошего настроения, победители и призеры вместе с дипломами и медалями получили в качестве подарков текстильные наборы и бытовую технику.